Всем привет, меня зовут Алина и сегодня я хочу вам показать квартиру, в которой живут инстарные студенты Финляндии. Обычно квартира состоит из двух комнат, но есть опция с одной комнатой, однокомнатной квартиры и трехкомнатной квартиры, которые я вам сейчас покажу. Это трехкомнатная квартира. Размер кухни зависит от того, сколько комнат в квартире. То есть две комнаты в квартире кухни будет меньше, три комнаты в квартире кухни соответственно больше. Также от размера квартиры зависит количество санузлов в самой квартире. Итак, сейчас мы находимся, смотрим коридор. Данная квартира состоит из трех комнат. Тут, тут и тут. Это туалет впереди. Кухни. В данном случае есть ванна и туалет. То есть такая гигантская ванная, комната. И есть санузел. И в качестве примера я вам решила показать такую свободную комнату в этой квартире. Здесь есть все необходимое для жизни. Шкаф, стол, стул, лампа, прикроватная тумбочка, кровать. Это уже сам подъезд. На этаже здесь две квартиры. И мы спускаемся вниз. Так, внизу у нас находится прачечная, сауна и сушилка. Так, секретная комната. Здесь находится сушилка для одежды электрическая. И тут сюда вешается одежда. Включается эта штука. И просто такая теплая комната, в которой сушатся вещи. Здесь находится сауна на лето. Именно в этом доме она закрыта. Здесь сторож рун. То есть, хранятся вещи, как кладовка находятся. И идем дальше. Здесь у нас стиралка. Прачечная. Здесь три машины, которые бронируются через интернет. И потом можно здесь все постирать. И есть место, чтобы хранить свои велосипеды на улице. Можно хранить в будке, а можно хранить перед домом, пристегивая велосипед. Вот так. Здесь вам понравилась моя мини-экскурсия по общежитию. Мы на улицу. И здесь находятся такие же домики, в которых... Студенческие общежития. Здесь парковка перед домом есть. Где вы можете ставить свои машины. Также здесь есть такая будка, где можно выкидывать мусор раздельно. Парковка перед домом. Здесь стоят машины студентов. И сейчас мы заходим в будку, в которой хранится мусор. Здесь можно ставить сухой мусор, dry waste. Картон. Бумагу. Металлический мусор и стекло. Это для пакетов. Написано, только для пакетов. Это бумага, картон, бумага, картон. Это, я так возреваю, что стекло, скорее всего. Ну, тут металлические некие крышечки, баночки и все угодно. Проводка. Это вот... Картон. Столько. Картон, стопудов. Ну, и в дальнейшем то же самое. Это просто мусорки. Я не могу с тобой записывать. Это просто мусорки около магазина? Так. И чуть ли не в каждом магазине есть такие места, куда можно сдать бутылки. Как я понимаю, в этом магазине ты сдадешь бутылку и тебе... А, здесь, наверное, на монетки выпадают. Но в некоторых магазинах можно сдать бутылку и тебе дается чек. Можно сдать бутылку, тебе дается чек и в чеке написано, на сколько центов у тебя будет скидка. Очень удобно. Торговый центр. Био, перерабатывающая бумага. И... Energy waste. И что? И energy waste. И сейчас мы в такой... В таком районе, где находятся жилые дома. И вот дом, например, и находятся у них два контейнера. Вот еще один дом, и тут уже три контейнера стоят. Для мусора. Раздельного. Это один из двориков. Лапинранте. Да. Можно меня не снимать, естественно. Можно. Это один из двориков. Лапинранте. И здесь находятся такие баки. Я пройду тут. Ха-ха-ха. Есть какие-то пометки, что-то? Да, это бумага. Это картон. Это секрет. Это биоразлагаемые штуки. Это металлические. И это стекло, наверное. Я не знаю, что это. В общем, как я понимаю, Саша сказал... Нет, тут даже ничего не надо. Короче, грязненький такой. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. И пока-пока.